Дорогой дневник А не пошел бы ты? Вам нравится сериал Конец *** мира, а актеры из Оно? Или, например, Очень странные дела? Если да, то новый сериал Мне это не нравится вас точно заинтересует, ведь он собрал в себе все самое лучшее. Меня зовут Сидни. Я скучная 17-летняя белая девчонка. На Нетфликс вышел сериал Мне это не нравится. В его основу лег одноименный комикс, а автором экранизации и режиссером выступил Джон Дан Энтвистел. Возможно, их имена знакомы не всем, но именно они придумали нашумевший Конец *** мира, одну из самых эмоциональных историй о подростках-изгоях. Новый проект во многом продолжает ту же тему, причем он оказывается еще более живым. И это, несмотря на необычное заигрывание с фантастическими темами. Я закипаю внутри. Я и не хотела бы, но так получается. В центре сюжета девочка Сидни. Ее играет София Лилис, известная всем по первой части Оно. Вместе с мамой и младшим братом она переехала в городок в Пенсильвании, но приживается там с трудом. Сидни общается с единственной подругой Диной и очень скучает по отцу, который внезапно покончил с собой. Чтобы справляться со стрессом, школьный психолог советует ей вести дневник. Вскоре девочка обнаруживает у себя способности к телекинезу. Еще в конце *** мира, зрителю позволяли лучше узнать, что происходит в душах главных героев при помощи закадрового текста. Произнесенные вслух слова очень часто не совпадали с их мыслями. В сериале «Мне это не нравится» режиссер использует ровно тот же прием, только делает это более обоснованным при помощи дневника Сидни. Правда, она не сразу решается рассказывать там что-то слишком откровенное. Дорогой дневник, а не пошел бы ты? И далее точно так же героиня постоянно комментирует происходящее, подчеркивая разницу между своими желаниями и поведением. И главное, рассказывая о том, какие проблемы накопились внутри. Именно это становится основной темой сериала. В плане событий «Мне это не нравится» гораздо проще, чем конец *** мира. Здесь нет погонь и противостояния со взрослыми. Он даже менее нагружен, чем половое воспитание и эйфория, поскольку исключает интриги и какие-то сложные взаимоотношения героев. Это просто история девочки, которая пытается найти свое место в мире. Она ревнует к тому, что единственная подруга нашла себе парня, ругается с матерью, которая постоянно на работе. А потом Сидни встречает еще одного изгоя, Стэнли, Уайт Олиф, который тоже играл в Оно. Вот только он принял свое положение в обществе и даже им наслаждается. Новый друг учит девочку расслабляться и смотреть на происходящее под неожиданным углом. Каких-то приметных операторских приемов мало, но картинка все равно хороша. Netflix в очередной раз не подводит. Да и саундтрек из популярных мелодий отлично попадает в содержание. Но при этом проект совершенно не кажется скучным. Во-первых, режиссер снова использует любимый формат. Весь сезон состоит из 7 эпизодов по 20 минут. Многие фильмы на Netflix длятся дольше, чем этот сериал. А во-вторых, в сюжете есть одна фантастическая составляющая, почти супергеройская. Сидни обнаруживает в себе способности к телекинезу, причем она не понимает их природу, да и вообще сомневается, не совпадение ли все это. Такой ход создает дополнительную интригу и динамику, но при этом не уводит действия в сторону очень странных дел. Можно сказать, что здесь проявление суперсил не отдельная часть сюжета, а все тоже отражение внутренних переживаний. Со мной что-то не так. О боже. По сути, телекинез лишь добавляет Сидни проблем. Она попадает в обычной ситуации, устраивает погром, остается в наказание после уроков и прячет следы своих действий в доме. Просто в ее случае причина таких поступков вне понимания окружающих. Но все не замыкается в серьезной драме. Попытки разобраться в природе сверхспособностей, на основе научных исследований или просто по комиксам, весьма забавны и напоминают, что герои совсем еще дети, хоть и стараются казаться старше и круче. Взяв такую тему, да еще и работая в сотрудничестве с продюсером очень странных дел, авторы сериала не отказали себе в удовольствии разбросать по эпизодам множество приятных намеков на другие известные проекты. На Кэрри ссылаются прямо с первых кадров, да и сама структура сюжета похожа. Зрителю показывают часть развязки, но неизвестно, что именно случится и как к этому подведут. Конечно, не обходятся и без очень странных дел. Способности Сидни напоминают силы 11-й, вот только управлять девочкой ими не может, и это иногда выглядит смешно. Ну а главный персонаж заставляет временами думать, что этот сериал – спин-офф первой части ленты «Оно». Тем более, что у героини Софии Лилис характер очень похож на Беверли Марш, а персонажа Уайта и вовсе зовут Стэнли в обеих историях. Можно перечислить и множество других отсылок, но лучше не лишать зрителя возможности найти их самостоятельно. Главное, что они не выглядят излишним желанием авторов соответствовать моде, а аккуратно вписаны в сюжет и только дополняют атмосферу. Даже если их не замечать, все равно сериал окажется очень интересным. Проект «Мне это не нравится» получился достаточно интересным и привлекательным. А что вы думаете по поводу этого шоу? Что будет во втором сезоне? Оставляйте комментарии и смотрите другие видео. Охренеть! 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 Охренеть!